всем привет привет мой небольшой отзыв о кроссовках puma ignite flash evanit в которых я проходил уже около трех месяцев брала их себе для работы в помещении и сейчас я расскажу вам о том как они себя повели за это время ребят подписывайтесь на мой канал дальше будет еще больше видео что оставайтесь с нами еще буквально недавно относительно недавно я выпускал обзор на эти же кроссовки только в серо-белом цвете там был серый верх и белая подошва этот свет более яркий более интересный но меня интересовали кроссовки именно более темным цвете потому что он более практичен и за это время и что о них рассказать значит первое ignite который находится промежуточной подошве он работает не скажу что сильно хорошо а если быть точнее он вообще не работает получается такая ситуация что это вот офигенные тапки просто блин тапки они легкие они невесомые я их не шнурую то есть на доме я расшнуровал чтоб показать вам на втором и просто вот сделал вот такую вот петлю и в таком вот положении я в них просто ходил одевал как носки образно говоря вот за счет этого они мне показались очень комфортными и легкими они действительно очень невесомые и хорошо обволакивают ногу за исключением передней части которая я вам тоже расскажу по подошве я сказал они не особо мягкие если бы точнее мягкости них ниже среднего я и вообще почти не ощущал просто вот тапки которые вот как будто из пластика вот тот же ignite возможно он проявил бы себя при беге на каком-то твердом покрытии по типу асфальта вот там возможно еще но если просто ходить на по плитке по твердым покрытием не бегая я не чувствую никакой амортизации вверх хорошо обволакивает комфортно все дышит они не вал вентиляция тоже мне как бы ниже среднего поэтому не самые легкие кроссовочки следы эксплуатации практически не видны смотрятся они почти как новые припыленная промежуточная подошва но вот один есть нюанс часто приходится приседать или допустим при перекате когда идет такой вот загиб тут образовались такие вот трещинки между этими вот квадратами имеет такой вот они вид то есть небольшие трещины и пена его немного потрескалась причем это не только на этом кроссовке ай на левом и думаю что дальше это пойдет это что-то очень плохое но сам факт что это произошло потому что наверно слишком глубокий рисунок протектора здесь сама подошва на не очень толстая из-за этого наверное случилось вот такой вот момент подметка понятно мне тоже не износилась от обычной плитки они довольно скользковаты для баскетбола точно не подходят не только из-за верха из-за того что действительно они в принципе не сильно цепляются на поверхности они действительно подходят больше для движения и передвижений в зале но никак на площадках не на каких-то скользких покрытиях потому что во первых это пена будет быстро изнашиваться если бы я ходил бы я уже сказал по асфальту бы все уже бы истерлась это 42 размер они полномерные они не скрипят совершенно также на пене вот небольшие небольшие вот полосы есть еле видны на загибе немного тоже пошли еще такой момент неприятный вот этот вот задничек который хорошо балакивает ногу действительно посадка хорошее если выбирать свой размер но вот именно вот эта вот часть она натирает вот ахилл у меня там такое небольшое уже покраснение есть ну и сама ткань немножко здесь затерлась все заглянем под стельку посмотрим что там стелька здесь наживлена но для того чтобы просушить я просто на ночь перед тем как уходил домой поднимал его вот в таком вот положении и все просыхало не обязательно ставить их возле батареи достаточно просто вот в комнате желательно на открытой местности и она подсохнет за это время на удивление даже вот нанесенная надпись вот это вот она не стерлась за это время обычно это первое что убивается вот так же сейчас их сравниваю со своими гибридами предыдущими которые я в итоге геннайты брал на замену им значит в целом это бюджетная версия вот вот этих вот кроссовок которые тоже не сильно прям хорошо фиксировали вверх но не так-то будут немного посимпатичней и также немного помягче за счет этой гибрид подошвы подметка то есть при том как я наступал на поверхность они сдавали передать такой шуршащий звук от того что подметка она касалась постепенно всеми поверхностями и вот такое здесь же просто клацань флайранеры как вот это все бюджетная обувь от пумы то есть эти будут конечно получше но по цене эти были вы не из этого я их взял опять же повторюсь сером цвете в красном они выглядели в сто раз лучше но мне нужно было не зрачная обувь вот обуваться в них мне лично легко но тем у кого высокий подъем вот этот вот соединенный вверх то что здесь не отдельно идет язычок будет возможно проблем на моем же случае все это легко делается палец подставил без петельки можно с петелькой и на залазе но первое что ощущается эта легкость конечно же то что я говорю действительно красотки очень легкие очень покладистый на перекат такие невесомые но довольно тверденькие возможности чисто наступать на пятку возможно немного пена и срабатывает но так я ее не чувствую прям при ходьбе и еще что меня смущало получается спереди но недостаточно мне фиксации я понимаю что возможно они там подойдут на широкую ногу хотя вряд ли учитывая что у меня средняя нога и уже вот как бы мизинец просится наружу выступает за пределы подошвы небольшой запас впереди есть если я ступаю палец не упирается размерчик мой в пятки говорил фиксации достаточно выглядит они конечно специфически шнуровка такого плана форма то есть такие очень широкие какие-то носки они у меня ассоциируются с носками еще у них нет никакого рефлектива поэтому темное время суток их ни почем идентифицировать нельзя будет их вообще не видно прочь какие гибриды просто гибриды за счет хотя бы белых вставок немного виднелись в этом случае все весьма темно а